ребят всем привет новый выпуск мясо давненько я не делал выпуск ну я просто отдыхал расслабился после соревновательного сезона и как раз выпуск пойдет о моем соревновательном сезоне который был осенью итак ребят хочу с вами поделиться своими впечатлениями своими результатами по итогу осеннего соревновательного сезона итак поехали первый был чемпионат санкт-петербурга об этом есть ролик который вышел наверно с месяц более назад далее я готовился на чемпионат россии и изменения были в плане только кардио я кардио с двух четырех часов уменьшил до двух часов потому что форме уже было сделано и нужно было только ее поддерживать и сложность была в том что между чемпионатом санкт-петербурга и между чемпионатом россии было пять недель это очень много то есть представляете вы делаете форму на один чемпионат потом пять недель и держите чтобы сделать форму на другой чемпионат но в моем случае было все гораздо проще и я бы сказал так как надо потому что было мало времени как я уже говорил в предыдущем ролике я начал подготовку где-то с конца июня и был в таком разобранном состоянии и чтобы наработать жесткость необходимо время питеру жесткость наработать не удалось ее я нарабатывал в течение пяти недель для чемпионата россии и скажем где-то через три недели меня максим братухин пригласил на чемпионат псковской области это президент федерации псковской области на чемпионат к нему и выступить там в категории классический бодибилдинг я подумал а почему бы нет за неделю до россии съездить на псков и поражаться там как следует ну и уже подводиться к чемпионату россии ну и так как это было фактически по приглашению я приехал туда не сливаясь не подгоняя вес в рамке классики потому что в рамке нужно было подгоняться именно пик делать на чемпионат россии я был чуть потяжелее форма мне действительно понравилось я был наполненный я был плотный жесткость была лучше чем на чемпионате питера и вынес и категорию абсолютно очень легко как бы сашки со вкусом жевачки нужно отдать должное санне щекину потому что он делает реально вкусный продукт кто спортсмен тем пофигу лишь бы он был рабочий и же привереды которым нужно что было вкусно вот те кто любит что было повкуснее обратите внимание на бренд саши масал дизайн лап и вкусов в огромное количество выбирайте пробуйте реально что-то новое вы для себя точно откроете так ребята мы в зале фитнес life это какой адрес европейский до европейский проспект 2 здесь часто снимается видосы саша щекин на игре на популярный зал и я здесь первый раз небольшая тренировка груди тренировка на отдыхе потому что рвать сейчас смысла нет потому что идет компенсация хорошие углеводные но все равно форме я себя стараюсь держать форм достаточно хорошая и я работаю на отдыхе где-то 3-4 упражнения на одну целевую мышечную группу где-то от 8 до 20 рабочих повторений и где-то 3-4 рабочих подходах и сегодня просто такая легкая легонькая легонькая тренировочка для тонуса что здесь очень круто это то что как вы заметили здесь в тренажерах можно работать как сидя так и стоя стоит а вообще большая редкость в жимах стоя лучше опора соответственно вы всегда можете поднять больше вес но сами прикиньте когда вы поднимаете больше вес когда вы сидите или когда вы стоите очень понравилась мне организация турнира в том что было отдельное место для отдыха спортсменов на сцене было достаточно тепло но не жарко от софитов вместе где все отдыхали было достаточно прохладно то есть грим ни у кого не тек и в целом условия были такие что было все классно к тому же призовой фонд я помню еще мы обсуждали когда с максимом вк о том что я его спросил какой будет призовой фонд он мне сказал 8000 рублей я ему говорю максим это не серьезно за абсолютку в классике я говорю давай поднимай призовые фонды тогда я точно тебе приеду ну и в итоге я взял абсолютку не вручили конверт и там было ну скажем так несколько раз больше чем 8000 рублей то есть максим максим тебе большой привет большой тебе респект за то что ты сказал ты сделал и было очень приятно получить хорошую денежку мы поехали туда вместе с андрюхой туда ехали где-то часа четыре от выступались часа где-то за два за три то есть все очень было быстро был профессиональный грим быстрая регистрация ну все в общем очень быстро и ребят кто находится в питере или рядышком с питером ну в общем северо-запад если вам нужен хороший турнир где можно под заработать денежку и показать форму ну и познакомиться с другими спортсменами чемпионат с лосковской области я думаю вам подойдет тренировка простая три упражнения вниз груди акцент вверх груди акцент сейчас и следующая будет середина грудных и все 9 рабочих подходов немножко пресса немножко кардио и тренировка скажем так на пк т будет закончен выступал я с весом 90 1 94 сейчас я вешу с утра где-то сто девять но спустя уже пару приемов пищи после немножко одежды вешу на весах 112 нет смысла нет смысла упахиваться на тренировке нет смысла поднимать большие веса тем более когда идет отдых когда нужно отдохнуть дать мышцам полностью восстановиться и быть готовым уже к новому циклу подготовительному тро у меня начинается 4 декабря далее был чемпионат россии он проходил в астрахани собрал он большое количество людей большое количество спортсменов там по-моему человек 800 или 900 было в общем чемпионат россии проходил в четыре дня на первый день это регистрация и взвешивание второй день это там первенство и юниор юноши третий день это классика бодифит нас еще какие-то дисциплины по он бикини еще и в четвертый день это категория бодибилдинг тяжи что-то там еще какие-то женские дисциплины я помню в платьях были не помню как это называется как новая дисциплина называется в платьях девчонки в платьях такие выходят короче говоря новая дисциплина какая-то но в общем очень интересная но девчонки в платьях выходит на сцену и непонятно как там оцениваете что-то оценивать но было интересно за этим понаблюдать про чемпионат россии в астрахани я съездил как в небольшой отпуск за что нужно сказать огромное спасибо семейству малеевых денису малееву и виктору геннадьевичу малееву вам большой привет и еще раз большое спасибо за то что устроили такой отпуск денис меня встретил прямо с вокзала отвез меня к себе в зал зал у него находился в центре города недалеко от места взвешивания от места проведения регистрации зал сауна бассейн гостевая комната то есть комната для отдыха то есть полноценная жилая комната ну и я решил остаться в этом зале и жить то есть фактически я жил в зале но чтобы вы понимали денис тоже решил туда переехать и жил тоже в зале то есть там обычная такая нормальная гостевая комната 20 квадратов кровать шкаф стол все что нужно ну и здесь же проснулся зубы почистил сходил там в туалет сходил на кухню все приготовил себе там пароварки чайники плита ну все есть фактически реально вот как вот знаете есть такая качки живут в зале смысле что они там сутками в зале качаются но по факту живет в зале только Денис Малеев вот и действительно просыпаешься завтракаешь идешь зал потренировался пошел после зала покушал пошел тут же упал поспал у себя на нормальной кровати проснулся опять поел потренировался но в общем все время в режиме и меня фактически возили там когда мне нужно было куда-то посетить то есть например меня привезли я там сделал вес кардио плюс сауна и с зала поехали на взвешивание зависели зарегистрировались все было достаточно быстро потом обратно отвезли меня в зал и я там лежал кайфовал отдыхал самое главное тепло там было тепло и я завтракал на улице завтракал обедал и ужинал ну представляете да какое было ощущение там то есть тут же у тебя растут вы рядом залом гранаты груши яблоки ну астрахань юг посмотрел астрахань астрахань шикарный город особенно в последние года он начал очень активно развиваться и оккультуриваться всяким набережную сделали там еще какие-то памятники в общем город меня впечатлил у вас лейтур а пейджем оборудово бейс бейс день соревнований это у нас была суббота я смотрю форма делается но все равно понимал что до формы я так не дотянул если например на чемпионате питера форма была наверно 70 80 процентов от того что я делал ранее хотел делать на чемпионате россии форма была наверно 80 90 процентов от того что я делал раньше в классике но что поделать форма какая была такая есть вышел на сцену чемпионат россии проводился в классном здании в театре оперы и балета такое огромное здание шикарное там были душевые короче говоря от выступались все там категорию я вынес в абсолютке к сожалению не получилось выиграть выиграл серега киреев он молодец сделал форму достойно достойно он же выиграл абсолютку на чемпионате питера и форум была хорошая и заслуженно судьи поставили его первым в общем план был мой выполнен минимум моя задача была минимум это попасть в топ-6 на россии для чего нужно было топ-6 для того чтобы получить квалификацию к международным стартом то есть помните я рассказывал про план в пять шагов первый шаг это чемпионат питера нужно было попасть в топ-3 чтобы квалифицироваться на россию россия нужно нужно было попасть в топ-6 чтобы квалифицироваться на международные старты а если ты на чемпионате россии попадаешь в топ-6 то в течение двух лет ты можешь ездить на международные турниры и выступать там, охотиться, так сказать, за прокартой. Всем привет, здесь Игорь Гостюнин, а значит вы смотрите Малеева Дениса. Мясо по госту. Что у меня в руках? У меня в руках мой кубок за первое место в категории классика, свыше 180, полученный вчера, когда я стал четырехкратным чемпионом России. А слушай, а это уже многократный чемпион? Я думаю, да. Больше двух это уже многократный. Вот. Я решил, чтобы ребятам что-нибудь оставить после себя, потому что я здесь редкий гость, я решил задарить им этот кубок, пускай он их греет, напоминает обо мне, о том, чтобы был такой, тренировался здесь. Именно в этих стенах, благодаря этим стенам, я выиграл чемпионат России вчера. Распектуха. 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 Распектуха.